Применение цифровых инструментов и технологий в образовательных процессах. Именно этой теме была посвящена традиционная августовская конференция учителей. В мероприятие приняли участие около 600 педагогов, а также свыше 10 тысяч следили за конференцией онлайн. В традиционной встрече приняли участие более 600 учителей. Главной темой собрания в этом году стали цифровые технологии и использование возможностей искусственного интеллекта. Образовательный процесс должен идти в ногу со временем, поэтому в школах региона активно внедряются цифровые технологии. Причем в центре внимания находятся не только городские, но и сельские учебные заведения. Сегодня цифровая трансформация строится на четырех основных группах технологий. Это большие данные, облачные вычисления, интернет вещей и искусственный интеллект. Я посвящу коллег в основу этого, потом далее спикеры уже более подробно расскажут о том, как это в прикладном аспекте может быть использовано в школе. По традиции учителя подвели итоги прошлого учебного сезона, а также обсудили планы на предстоящий. По словам организаторов, на конференции озвучивали направления, по которым педагоги будут работать весь учебный год. Для того, чтобы их успешными сделать, естественно, это технологизация учебного процесса. Диджитальные способности детей должны быть развиты. И так как мы детей хотим обучить по современным технологиям и их направить в будущую инженерию, и учитель должен быть таким. Для учителя ставятся задачи именно обладевания стопроцентно информационными технологиями. Также в рамках августовского совещания прошла цифровая выставка, на которой были представлены новые решения для систематизации учебного процесса. Например, биометрическая система и электронное расписание. Последнее подразумевает использование искусственного интеллекта для составления расписания уроков. Мы пытаемся сделать помощника учителя на основе искусственного интеллекта. То есть это что-то вроде бы ассистент, который помогает учителю персонализировать его подход к ученику. Сегодня учитель – это не просто человек, который раздает знания. Он должен фасилитировать, он должен заинтересовать ребенка в предмет. Он должен с каждым иметь возможность отработать индивидуально. Но если у меня 30 детей только в одном классе, а таких классов у меня 4, ну 120 детей в неделю дать персональную обратную связь – это практически невозможно. И искусственный интеллект может на себя взять определенную роль, не всю, а именно те задачи, которые можно автоматизировать в виде как подготовка персональных тестов, проверка этих тестов, а также подготовка персонализированной обратной связи. До нового учебного года осталось две недели. В Карагандинской области 1 сентября за парты сядут около 172 тысяч школьников. Из них свыше 15 тысяч – это первоклассники. Продолжение следует... Продолжение следует...